Всем привет! Я вернулась до Капан и сразу же на работу. И смотрите, в каком автомобиле я. О, в Широле Корвет. Это крутая тачка, она очень мощная. Очень мощная, очень красивая. Вот, и у нас тест. Если вы не смотрели Автоген ТВ, то я внизу оставляю ссылочку на канал, посмотрите в передаче, где я ведущая. Стоило мне вернуться. Кстати, мое лицо, не пугайтесь. Оно шершавится. Потому что я сделала желтый пилинг. У меня здесь трындец. Потому что теплый пол. Надо делать было ТО. Три года никто не делал ТО. И сейчас начал вырубаться котел. Вызвало мастеров. И сказали, что тут надо переделывать. И, в общем, короче, переделывали сегодня. Все в грязи. Просто, просто жесть. Просто пипец. Короче, надо все мыть, убирать. Поэтому, ребята, если что-то делают, то надо за ними следить. Когда в этом домике делали теплый пол, я не занималась этим. Я занималась только большим домом. Поэтому в большом доме все по-человечески. Здесь все через жопу. Кстати, по поводу желтого пилинга. Я теперь как змея облажен. Но мне... Наташа, это врач-косметолог. Я, кстати, снимала видео. Не знаю, или оно уже есть, или оно будет. Но я на канале. Она говорила, ни в коем случае не скатывать и не сдирать. Ну, то есть, очень руки чешутся. Она говорит, ни в коем случае. Это третий день. На пятый будет вот самое оно. И тогда, говорит, очень аккуратно. Можно будет намазать крем, но слегка скатать. Слегка. Ну, потом, говорит, я дам тебе рекомендации. Так что я пока отсиживаюсь дома. Продолжаю влог. Была сегодня в магазине Жан. Также в интернете заказала в English Home. Да, там сейчас скидки по, по-моему, 80%. Вот, максимальные. Поэтому, если вдруг еще они действуют, имейте в виду. Также заказала себе сыворотку. Сыворотка с витамином С. И сейчас она очень-очень нужна и просто необходима, девочки. Я после желтого пилинга, у меня кожа облазит. Она жутко чешется. И у меня четвертый день. И я сама себя бью по рукам, потому что хочется поздирать эту кожу. Также тут мне поприсылали кучу всего. И я сейчас вам все буду показывать. Такая, знаете, как мини-распаковочка. У меня давно не было. Я знаю, что многие любят. Я заказывала. Но, если честно, я кроме посильного белья для Демки, я не помню, что там. Так что будем сейчас смотреть. Кошатунечка, пожалуйста, брысь отсюда. Пожалуйста. Порадует наших подписчиков. Говорит, существует легенда, что если в видео появится котик, то на видео будет много просмотров. Котик, пожалуйста, будь каждое в моем видео. Смотри, какая она прекрасная. А еще она должна быть у тебя на заставке. Да ты что! Тогда люди будут видеть котика и будут тыгать на заставку. Это знаешь, какая-то... Помните, Карсен? Я же... Малыш, я же лучше собаки. Так, за все я отдала. Смотрите, кстати, если без скидки 4 тысячи 63 гривны. Это скидка почти 3 тысячи и 152 гривны. То есть, блин, это вообще красота. Ну и новая почта. Вот. Смотрим. Что я взяла? Это Демиду постель. Ой, ну ты, конечно, молодец. Чего? Он мальчик, ему нужны Человеки-пауки, машинки. Там не было Человеков-пауков, там были звездочки. По хорошей цене, пусть пить в звездочках. Человеки-пауки будут потом. Так, я взяла полотенце. Ой, класс, я не помню, что здесь. В моей жизни столько всего происходит, что, если честно, я реально не помню. А, это этот, как его? Выглядит... Очень, да? Это полотенце. Это пляжное полотенце. Вот. Оно в тубусе. То есть, в принципе, очень удобно. Я взяла для машины. Ну, в плане того, что если вдруг... Знаете, иногда бывает такое... У меня пару раз было, у меня, в принципе, в машине всегда есть одеяльцы для демки, если вдруг там. Но еще мне подруга дарила, тоже такое, как покрывальцы. Очень удобно, знаете, как вы вечером где-то просто гуляете или мимо проезжаете, красивый вид. У нас в Киеве очень много таких мест. И было пару раз, когда я просто тормозила машину, парковала ее, проходилась так вот и смотрела на Киев с правого берега на левый. У меня там есть одно местечко, где я просто люблю посидеть, выпить кофе прямо на земле. Ну, не зимой, конечно, хотя зимой тоже можно, но, правда, без полотенчика. Так, дальше, два полотенца, одно банное, другое для лица, постелька для демки. Здесь я взяла... не помню, что... А, помню, помнила. Такая красота, я хочу поставить на свой битый стол. Ай, ты чего у меня? А я думала, ты милая, вылазь. Она требует внимания. Но она не внимания хочет выйти. Ай-яй-яй, как она меня поцарапала. Когтем вошла в кожу? Несколько когтей, а у нее же они острые, и она через джинсы. Блин, какая красота. Знаете, почему я заказала? Потому что я... ну, не такое, но было у моей мамы. И мне безумно нравилась эта музыкальная штука. Она стоила тысячу... Девятнадцать... тысяча восьмых кривов. Ааа, класс! Вот такое Оле подарить на какой-то праздник, она будет в восторге. Она же любит такие вещи. Я купила для себя, объясню почему. Общаясь с астрологом, она мне говорит, развивай свою Венеру. Я говорю, хорошо. Она говорит, у тебя пара есть? Я говорю, да. Она говорит, тогда должно быть. А если даже вы без пары, если у вас есть пара, то желательно, чтобы у вас в доме, в комнате было, например, на диване две подушки, два подсвечника со свечками. Это кошка, она ночевала на улице и слегка простыла. И теперь у нее мяуканье, как скрип дверей. И я когда увидела эту вещь, у меня молодой человек, ну, как бы, на полторы головы выше меня. Я когда их увидела, я подумала, что это прикольно. Я хотела поставить туда. И, в общем, романтик я, о боже. Да, я никогда не понять. Никогда не романтик, да. Здесь очень красивая штучка. Это тоже для бьюти-стола. Я потихонечку уже готовлюсь мысленно к переезду в большой дом. Это для бижутерии. Ну, бижутерии, драгоценностей. Вот. Красиво, правда? Сюда вы кладете, там, например, пришли, раздеваетесь, снимаете с себя, например, там, кольца, серги. Цепочки и такой, дядя. Классно. Мне очень понравилась цена здесь. А здесь не написано. Ну, мы здесь можем посмотреть. Беленькая. 100 гривен. Вообще красота. Так. С этим закончили. В Жане. В Жане. Как клиенту и блогеру. Мне подарили блокнот уже на 20-й год. У меня точно такой же зеленый. На 19-й. Очень крутой блокнот. Безумно крутой. Так что, если вы клиент Жана, то будет вам счастье. Крутой. Прямо начнем уже, потому что уже 20-й. И книга. Червона помада. Вот. Знаменитая книга. Я хочу ее почитать. Мы с Никой даже так, наверное, да, Николь? Ну, с Никой. Полистаем. Посмотрим. Это такая бьюти-книга. Про сыворотку я вам рассказала. И здесь подарок на 14 февраля для молодого человека. Показывать, наверное, не буду. Конечно, его нет в соцсетях. Его мне не смотрят. Но не хочу показать. Вещь нужная и как бы полезная, как я считаю. Потому что как девочки, так и мальчики должны за собой ухаживать. Хорошо пахнуть. Он за собой ухаживает, хорошо пахнет. Поэтому, я думаю, ему понравится. Вот. Но, как идея для вас, загляните в магазин Жан. Там для мужчин, как и для женщин, можно найти много чего полезного. И это рай. Как я и говорю, бьюти рай. Парфюмерный. Дальше смотрим, что здесь. Ага, вот девочки. Это косметикс, корейская косметика. Опа, оживательные резиночки. Это мне прислали подарок. Любой с первой покупки. Вот, инстаграм. Телефон, если вдруг вам надо. Я сейчас пойду в инстаграм, и там покажу, что мне прислали. Буду пробовать, и потом тоже буду рассказывать. Так, это для инстаграма. Потом-то я сейчас делю информацию для инстаграма и для ютуба. Потому что девчонки мне как-то написали, а смысл смотреть тебя и там, и там, если везде одинаковая информация. Я задумалась, подумала, что да, неправо. Поэтому я теперь делаю по-другому. А, это по моей теме. Вот, советы, вопросы. Совершенные вопросы, совершенные ответы. Философия? Это больше... Ну, это как бы отчасти, да, это философия, но это духовное развитие, как я говорю, да, духовные практики, лечение своей души самостоятельно, самостоятельно, читая книги, выбирая правильную литературу. Я... Наверное, подпишитесь на меня в инстаграм, я сделаю там пост, и я там пишу интересные посты. Девочки говорят, что им заходит. Я делюсь не только информацией, но и какой-то частичкой, наверное, ну, духовности, как мне кажется. Мне девочка как-то написала, говорит, Ань, ты делишься частичкой духовности. Я задумалась, подумала, что, наверное, все-таки это правда. Вот. Так что... Инстаграм оставляю. И вроде бы как бы и все. Оставайтесь со мной. Вон, ребята, уже все. Старшая группа тренировалась, сейчас будет младше тренироваться. Идем туда. Давай. Вместе с Деваном сейчас на улице. Выходим на улицу с дивана. Отстань от меня. Верни диван на место. Пожалуйста. Водъем. Водъем. Отстань. Ну, Петя. Я держу диван, тащи. Тащи. Ну, Петя, я держу диван, тащи. Дочка. Держи дом. Держи диван, тащи. Мне так... Сын помогает. Сын помогает. Сын по себе сдвигается. Там внизу раскаленная лава, ребята. Я серьезно говорю. Если вы дотронетесь, все, сгорите. Лава, лава там внизу дни, ты уже почти в ней. Дема, двигайся. Аня уже почти без пальца осталась. Дема, не рви. Кто-то тронется до земли, тут на остановке Какашкина. Дема, спусти меня. Остановка Какашкина, выходите. А помнишь, как вы в детстве играли в это? Помнишь. Выходите. Чуть-чуть. Я сейчас в кафе Буфалина. Буфалина кафе. Этому заведению две с половиной недели. И оно такое очень прикольное. Я сюда не попала, вообще не знала. Но, вот. Красавица. Мария пригласила на бранч, сырный бранч. И мы сегодня с закрытыми глазами пытались узнать, что мы едим. То есть, да, вот так. Ну, я вам сейчас покажу. Готовы, Светлана, открываем карты. Первый был классическая качета. Второй был с орехом. Третий был с саленными томатами. Четвертый с трюкелем. С семнадцать. То есть, по-разному импотам. Правая, да. Вот шпажечка. Уже можно дегустировать или еще подождем все? А, да, можно. Дайте шпажечку. Или трапула. Правая мышка. Можно? Дождитесь звонка. Это ж другой. Очень приятные цены. Нужно четко понимать, для чего это делать. И мы пробовали салат. Вот этот вот салат с качкой. При помощи красивыми. Да, нужно четко понимать цель. У нас стратегируется. Очень красивое кафе. Вот это буфалино кафе. Очень прикольное место. Я с подарком сырным. Это, кстати, итальянское место. И там акцент на сырах. Ну, вы это уже поняли. Надеюсь, что эта информация вам была полезна. Особенно для тех, кто в Киеве. Ну, или для гостей. Так, кто собирается в Киеве. Все, я домой. Спасибо, что посмотрели это видео. И подписывайтесь на мой канал. Все, всем пока-пока.